Жажда приключений меня не отпускает. Вот и влипла. Вот иду. И вы со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, всем привет! Сегодня отличнейшая погода. Сегодня 30 мая. У нас наконец-то более-менее потеплело. И сегодня мы с вами едем за город в восточную сторону от Таллина смотреть небольшие поселки и то, что в них есть интересного. Я не очень люблю этот маршрут ехать за город в восточную сторону, потому что мне приходится пересекать весь город из конца в конец. 15 километров. И все это по жилым районам. Сейчас вот еду по промзоне. Но тем интереснее мне, что находится в той стороне, потому что в свою западную и северную стороны от города я уже давно изъездила, все посмотрела. Теперь вот нужно ехать совершенно в другом направлении для того, чтобы получить какие-то новые впечатления от поездки. Здесь вот небольшой парк самолетиков Таллинского аэропорта. Здесь недалеко Блиссада. И только что взлетел самолет. Я не успела, к сожалению, включить камеру. Было очень неожиданно. И быстро он летел. Ну, а вот и первая достопримечательность. Аист в гнезде кормит своих птенчиков. К сожалению, камера у меня не умеет приближать. Но я надеюсь, вам видно. Ну, а вот и первые сельские красоты. Достоинство маленьких городков у нас это то, что магазинчик, единственный, скажем так, на селе, работает с 9 до 10 ежедневно. Сегодня воскресенье, 10 часов утра. Я уже взяла кофеек. Помню о том, как мне было плохо в прошлый раз. И очень хотелось кофе, и не было сил ехать. Лучше выпить заранее. И люди подъезжают, просто так вот иставляют велосипеды, не пристегивая. И все замечательно. Я тоже не оставила, не пристегнула. Вышло, все в порядке. Вот и значит, что вот в этом приятном месте есть магазинчик, который работает с 9 утра до 22 вечера ежедневно. И всегда можно взять здесь кофе, если нужен такой допинг, когда устал. А мы с вами двигаемся дальше и продолжаем смотреть вот такие вот красивые пейзажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Велоторожка закончилась. Выезжаешь на трассу, тут довольно широкая обочина. И вот такой вот знак, полтора метра от велосипедиста для машины. Такие знаки у нас стоят, к сожалению, не на всех дорогах. И вот такие вот широкие обочины, к сожалению, тоже далеко не везде. Хотя очень бы хотелось, потому что много людей катается. Я встречаю очень много велосипедистов и на шоссерах, и груженые путешественники. Им нужно где-то ездить из города в город. Вот мы с вами приехали в Арукюла. Небольшой такой поселок, мини-городок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь расположен мызный комплекс мыза Арукюла. Посмотрите, какое приятное крылечко с цветочками. Сейчас пойдем посмотрим, работает ли мыза. Можно ли зайти и посмотреть. В принципе, очень красивая. Так она выглядит внутри, но внутрь мы не попадем сегодня, в воскресенье. Ну, а это фотографии семьи последних владельцев этой мызы. Эта семья владела мызой с 1843 года по 1924-й Петер Пауль Александр фон Баранов. Генерал царской армии. А вот это вот фотография 1913 года. Вот так выглядела тогда эта мыза. Красивое, приятное здание. Небольшое. С 1921 по 1978 год здесь была школа Арукюла. Цветут яблони. Здесь такой потрясающий аромат. В письменных источниках вот это место и проживание на этом месте, как Арукюла, было упомянуто в 1291 году впервые. Сам поселок был спланирован до Великой Отечественной войны, но построен он был уже после нее. В 1960-х годах началось строительство этого такого садового поселка. Вот перед нами новостройки. Вот такие вот новые дома были построены здесь несколько лет назад. А вот это уже дома, которые строили в колхозах Эстонии. И сейчас они, конечно, уже приведены в порядок, отреставрированы, реновированы, как у нас говорят. Вот это, например, типичный трехэтажный дом. Такие вот строили в советские времена в колхозах, совхозах и небольших городках в основном. Но началось все, как водится, с небольшого поселения вокруг железнодорожной станции, которое появилось здесь в начале 20-го века. Еще в этом поселке есть очень трогательная такая душесчипательная история. В 2006-м году одного местного жителя убили дочь рядом с домом жестоко. И он стал восстанавливать православную церковь, которая стояла разрушена со времен Великой Отечественной войны. Этот человек собрал даже волонтеров для восстановления этой церкви. И о нем был снят документальный фильм местными жителями. А мы с вами продолжаем наш путь. Едем в Разик. Здесь отвратительная дорога вот с такой вот обочиной. То есть, как и везде, чем дальше от столицы, тем хуже. Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Чем дальше от столицы, тем беднее регион. У нас это уезды. С работой в уездах плохо. Все, кто живут ближе к Таллину, ездят работать в основном в Таллин. Большая часть населения каких-то окрестных городков и поселков. Я не знаю, видно вам или нет, но вот там вот небольшой подром, где тренируются на лошадях. Наездники. Там лошадки гуляют по полю. Да, дорога с такой кошмарной обочиной я у себя там в западной части не видела вообще. Это, конечно, ужасно. Зато пейзажи, конечно, красивущие. Этот цветет рапс, аромат потрясающий просто. Так я еще никогда не попадала. Посмотрите, доразику 5 километров. Вот, все. Есть вариант проехать лесными тропами. Я сейчас доеду до одной такой тропы и посмотрю вообще, что это такое. Можно ли ехать. Если нет, тогда придется возвращаться назад. Лище жуткое. Вот чую, что надо возвращаться назад, но любопытство толкает меня вперед. Ладно, рискну. Время есть. Так, я свернула на такую вот грунтовку в полях. Сейчас посмотрим, куда она меня выведет. Должна, в принципе, к лесной тропинке. Но поглядим, что за тропинка. Опасаюсь, что придется назад возвращаться. И доразику мы сегодня с вами уже не доедем. Направо пойдешь, более-менее пройдешь. Налево пойдешь, велосипед на себе понесешь. А мне как раз налево. Вот они наши эстонские. Посмотрите на эти гребеня. Ни грунтовка, ни капельки земли. Просто по полю трактор проехал, примял траву. И вот это вот я еду. Сейчас уже осталось чуть-чуть, пойду пешком, потому что просто сил нет ехать по такому. Это ужасно. Надеюсь, что я выйду на дорогу, которая нормальная, не та, которая снятая на ремонте. Но даже если она снята, то там меньше километра до нормальной дороги. Надо было мне все-таки разворачиваться и ехать в объезд. Но жажда приключений превыше всего. Хотя, с одной стороны, а как еще в походах? Я вижу, что покрытие с дороги снято. Но это совсем чуть-чуть пройти пешочком. Потому что вот там за кустами сейчас не видно. Я уже видела вот эти вот знаки, которые закрывают дорогу, перегораживают ее. Так что сколько здесь? Ну, метров 300, наверное. Но, слава богу, выбралась. И едем в разику все-таки. Жажда приключений меня не отпускает. Обязательно куда-нибудь залезу практически каждую свою поездку. Но я рассчитывала, что здесь будет действительно асфальт. Никто не знал, что дорогу ремонтируют. Я не автомобилист, поэтому я не смотрю такие вещи на сайтах, где об этом объявляюсь. Вот и влипла. Ну, вот иду. И вы со мной. Осталось немножко. Вон там эти белые загородки на горизонте, преграждающие путь. А дальше этих загородок только что ехала машина. Вот она там развернулась. Ну, а мне пройти вот. Вот, по насыпи. Ну, что делать? Пойду. Зато покажу вам, раз такая оказия случилась, как у нас делают дороги. Вот, посмотрите. Кладут пленку. Потом сетку. Потом насыпают гравий. И дальше будут асфальтировать. Ну, у меня уже финиш на горизонте. Осталось немножко. Радует одно. Дорога будет существенно шире, чем та, которая здесь была. Типичный частный сектор. Здесь все как старые времена. Ни тротуаров тебе, ни велодорожек. Вот это разику. Маленькая железнодорожная станция. Стоит машинка, которую оставили. И вечером вернуться откуда-то на поезде. Водонапорная башня. Переходим железнодорожные пути. Очень много в Эстонии по железнодорожной ветке вот таких вот башен, не отреставрированных. На самом деле, очень красивое строение. Достойный, хорошей реставрации. Смотрите, какой милый маленький домик. Старый, старый. И вот там вот деревянное строение. Типичный эстонский домик. Построенный много лет назад. Такой милый ухоженный дворик. И посмотрите, какой заборчик. И никто ведь не лезет. Все привыкли к этому. Похоже, это одна из достопримечательностей разику. Вот здесь, вот рядом железнодорожной станции, растет белая ива. Высотой 29 метров. По-моему, это она. Очень красивая. А рядом с ней самая толстая ива. Охват ее более 7 метров. 7 с лишним. Смотрите, красота какая. Сейчас она, конечно, такая зеленоватая. Непонятно, что это белая. И вот эта вот, которая 29 метров. Но, на мой взгляд, снизу отсюда они одинаковые по высоте. Вот оно, сердце городка. По-моему, там какой-то магазинчик. Сейчас проедем, посмотрим. Разику, в общем-то, это, так сказать, районный центр. Должен быть более-менее приличным. Здесь в магазинчике стоит барана в качестве парковки для велосипеда. Одна из достопримечательностей Разику, это вот эта церковь. Харью-Яниская церковь, которая была построена в 1863 году. К сожалению, зайти мы туда сейчас не сможем. Воскресенье все закрыто. Первое упоминание о поселении на этом месте, Расике, относится к 1393 году. А уже в 1497 году, через 100 лет, упоминается мы за Расике. А в 1586 году мы за и деревня. А в конце 19-го столетия, после завершения строительства железнодорожной станции, которую мы с вами видели, станции Расику, вокруг нее стало образовываться поселение, поселок, которое в 1930-х годах получило статус поселка самостоятельного. Все, я повернула в сторону дома. Сейчас через 9 километров будет Костевера. Проедем по этому поселочку, но очень быстро, он очень маленький. Мы с вами прибыли в Костевера, но и все как обычно у нас. Перейдем пешочком в мосту. А вот здесь старинный мост, который был восстановлен. Я проезжала это место в прошлом году, мало здесь снимала. И сейчас тоже, считай, проездом, потому что времени уже много, надо возвращаться. А вот здания здесь сохранены. Не знаю, используется, нет, но стоят пока, они разрушены. Вот там мы за Костевера. Велосипедная дорожка здесь идет до самого Таллина, но мне туда не надо, потому что там у нас на въезде большой ремонт, и я очень долго буду добираться до дома от окраины города. Поэтому я сейчас вот выезжаю на эту трассу и срезаю. Ребята, это фантастика. Такая красота. И стульчик. В прошлом году здесь была пшеница, а теперь рапс. Очень красиво. Аромат просто потрясающий. Настоящее лето. По ощущениям. Территориально я уже давным-давно в Таллине. Но вот здесь такие глухие места на въезде. Я не поехала по объездной дороге. Это опасно. Очень много машин срезаю. Буду пересекать железнодорожное полотно. И тогда уже выхожу на городскую велодорожку. Мое путешествие сегодня закончено. Посмотрю около дома еще какой был километраж. Я думаю, что стольник будет. Вам сегодня удалось увидеть, какие у нас небольшие поселки в восточную сторону от Таллина. Были приключения с ремонтируемой дорогой. С лесной дорогой. По которой только лишь трактор один проехал. По полю фактически. В общем, впечатлений сегодня хватило. Мне, в общем-то, понравилось. Но в ту сторону я ездить больше не хочу. Там мало достопримечательностей и неудобно.